Уроки последнего столетия в России с 1917 по 2017 годы через призму времени стали лейтмотивом епархиального этапа 25-х международных рождественских чтений, которые прошли в Заложской православной гимназии. Здесь собрались представители синода региональных и муниципальных ведомств, а также делегата 13 районов городецкой епархии. Главная тема чтений – миссионерское служение. Оно стало основным направлением в работе церковных приходов епархии на протяжении уже восьми лет по инициативе владыки Августина. Я знаю сегодня самую высшую и самую глубинную проблему нашего российского населения. Это фактически никакого знания о церкви, никакого знания, скажем, даже о наших традициях, которые были в дореволюционное время, и даже уже сегодня забываются традиции советского времени, которые возникли. Поэтому пометую самое главное на пусте Христа, его заповедь Христа – идите и научитесь народу. То есть о чем бы мы ни говорили сегодня, о том, чтобы оккультурить людей, оздоровить людей, соединить их с нашей историей, научиться готовить пищу, что бы мы ни говорили, все в главе угла идет образование. Одним из первых шагов миссионерства стало открытие Народного университета при Городецком Федоровском мужском монастыре. Об этом шла речь на одной из рабочих секций епархиальных чтений. Слушатели университета – простые горачане, 30 лет и старше, изучают церковно-славянский язык и богословие, краеведение и поэзию. Занятия также направлены на формирование культуры здорового образа жизни и воспитание лучших православных семейных ценностей. Семья – это главное в жизни человека. И все наши предметы, которые преподаются в Народном университете, они нацелены на то, чтобы в семье больше уделялось внимания, чтобы человек что-то менял в себе, который пытается вступить в брак, хочет вступить в брак, поменял в себе эгоизм на служение, что не просто я меня должна любить, а я должна служить в браке. Для того, чтобы что-то поменялось, у меня должно быть измениться поведение, у меня должно измениться отношение к окружающим людям, к природе, к среде, к предметам, к той деятельности, которой я занимаюсь. Ну, естественно, семейная жизнь, она нацелена на служение мужу, семье, детям, родне. И все наши предметы, собственно, вот учат человека этому. Учит этому и Ирей Антоний из рабочего поселка Воскресенское, только с помощью классической музыки. Своим миссионерским проектом он поделился на заседании секции «Церковь и культура». В прошлом московский скрипач, уже несколько лет он дарит встречи с музыкальной классикой жителям глубинки по всей Нижегородской области. В концертах участвует вся многочисленная семья настоятеля и друзья, профессиональные музыканты. Наш проект «Сад музыки», миссионерский музыкально-просветительский проект, сложился, в общем-то, начинался именно как домашний концерт. Поскольку приходили люди, просили поиграть, мы не отказывали. И людей становилось все больше. И играть приходилось по нескольку раз в неделю, это уже тяжело. Поэтому мы решили собрать всех желающих в одном месте и устраивать эти концерты хотя бы раз в месяц. Удивило, что народу становилось все больше и больше. И действительно, оказывается, потребности, ну так как такой духовный голод у людей в глубинке есть, и он есть везде. Своим опытом по просветительской работе делились и специалисты сферы дошкольного и школьного образования нескольких районов, в том числе Заволжской православной гимназии имени Александра Невского. Здесь углубленно изучают гуманитарные дисциплины, направленные на духовно-нравственное воспитание детей. Способствует этому и изучению законов истории, природы и духовной жизни по знаменательным датам православного, природного и государственного календарей. Как говорит директор гимназии, этот особый ритм жизни объединяет гармоничный и целый внешний мир с личностью ребенка. Владык ставит задачу формирования нового типа личности. И новый тип образовательного учреждения мы должны иметь и представлять, и сформировать, и построить. Выпускник должен представлять собой человека, похожего на Александра Невского. Он должен иметь определенные качества его. Это должен быть человек-гражданин, он должен быть патриот, он должен быть воин, он должен быть профессионал. Он должен быть личность творческая. И вся его воля должна быть направлена на служение обществу, ближним своим и дальним. О личности святого благоверного князя и росте интереса молодежи к его жизни и подвигам говорили и на заседании секции, посвященной реализации молодежного проекта «Александр Невский. Слава, Дух и Имя России». За восемь лет этот конкурс творческих работ, проходящий по благословению Владыки Августина, вырос из районного до межрегионального. Мы сегодня видим, что вот интерес к имени Александра Невского, интерес к творчеству, именно направленный на вот такое патриотическое, духовно-растное развитие молодого поколения, оно сегодня находит отлик среди ребят различных регионов. То есть в этом году принял участие около 21 регион в Российской Федерации. Ребят создали более полутора тысяч работ. Это были и фотографии, это были и рисунки, это были и видеосюжеты, это были и авторские поэтические произведения, ребята даже сочиняли свои песни. Поэтому здесь для нас радость, что сегодня такая начинается интересная, яркая патриотическая кампания. Позитивная атмосфера ощущалась в работе каждой секции обсуждений, обмен опытом, итоги просветительской деятельности в приходу городецкой епархии и перспективы на будущее. Все, о чем говорилось на встречах, станет материалом для презентации уникального проекта Владыки Августина на международных рождественских чтениях в Москве в январе следующего года.